МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». Смотрите сегодня. Если зубы заболят, люди к доктору спешат. В Чебоксарах открылась очередная стоматология. Где в России учиться хорошо? Школы Чувашии вошли в топ-500 ведущих образовательных учреждений. Птицы высокого полета. Детский спортивный клуб «Ястребы-37» стал одним из лучших в России. Лечить зубы жителей двух крупных микрорайонов Чебоксар теперь будут в современной поликлинике. Ее строительство завершили в рекордные сроки. За два месяца. Торжественное открытие состоялось сегодня. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Долгое время стоматологическую помощь жителям улицы Богдана Хмельницкого оказывали в больницах Юго-Западного района. Добираться туда, говорят люди, было неудобно, особенно в часы пик. Мы обычно с ребенком каждые 6 месяцев ходим к врачу на прием, показывать зубы. Мы с ребенком постоянно ездили улицу Чапаева, детская стоматология. Качественная медицина становится ближе и для республики это приоритет, отметил глава региона. Мы пошагово делаем свою работу ответственно, служа жителям и городских округов, и жителям сельской местности, для того, чтобы медицине оказывать качественные услуги в шаговой доступности. Мы в год почти уже 12 миллиардов рублей по расходной части бюджета выделяем. Привлекаем федеральные инвестиции для того, чтобы строить, модернизировать и в городских округах, и в сельской местности учреждения здравоохранения. Новая поликлиника расположилась в давно пустующем пристрое. 14 миллионов рублей потратили на ремонт, еще 12 на закупку техники. Здесь врачи будут применять современные методы лечения зубов. Мы уже будем иметь сегодняшнего дня уникальную возможность получать стоматологические услуги от профилактики до полного завершения зубного ряда. Стоматологические аппараты приобретали за рубежом. Такими же креслами оборудованы многие клиники Европы. Так же оно будет подниматься. Выше, ниже, как в принципе удобно. Дети обычно спрашивают, а как вы это делаете? Поликлинику оснастили и программно-аппаратным комплексом «Электронная очередь». Чтобы попасть на прием к врачам, необходимо получить талон. За сутки здесь могут принять более 200 человек. В перспективе в столице республики намерены открыть и другие филиалы городской стоматологии. В следующем году в центре Чебоксар начнут строить и новую многопрофильную поликлинику. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Финансирование агропромышленного комплекса России в 2017 году сохранится на уровне текущего года. Об этом на заоткрытии выставки «Золотая осень» заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. В работе российской агропромышленной выставки принимают участие и сельхозпредприятия «Чувашии». Они представили лучшую продукцию, выпускаемую в республике. В дни работы выставки также прошел агробизнес-форум. Вот как нам прокомментировал по телефону работу форума министр сельского хозяйства «Чувашии» Сергей Артамонов. Многие ждали, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев в своем выступлении отметил, что объем бюджетного финансирования АПК Российской Федерации в 2017 году сохранится на уровне текущего года. Он на самом деле это подтвердил. Также добавил, что сельскохозяйство России на протяжении последних лет находится в абсолютном приоритете. Также рассказал о планах провести заседание госкомиссии по сельскому хозяйству и поднять тему поддержки селекции сельмонаводства. Также рассмотрел стенды регионов, на которых ему рассказали о более успешной опыте в аграрных производствах. Чувашская республика также представила свою экспозицию, в которой показаны достижения агропромышленного комплекса республики. Участвуют 24 предприятия. Очно-заочно представлено более 50 видов продукции наших перерабатывающих предприятий. Из тех конкурсных документов, которые мы представили, крестьянско-фермерское хозяйство Санзяпово-Батриевского района выиграло у нас золото. Также сельскохозяйственный кооператив Али Батриевского района выиграли на данный момент серебро. Будем надеяться, все достойно. Конкурсная комиссия оценит все наши предприятия. И мы приедем, вернемся с медалями, наградами, достижениями. И большой энергией работать дальше. Где в России учиться хорошо? Ко дню учителя составлен новый рейтинг лучших школ страны. В нем представлены несколько учебных заведений Чувашии. В топ-500 лучших школ страны 9 позиций занимают Чувашские. Это Чуваксарские лицеи номер 2, 3, 4, 44 и гимназии номер 2 и номер 5. 6-я гимназия и 18-й лицеи Новочуваксарска, а также Урмарская среднеобщеобразовательная школа имени Егорова. Урмарская школа вошла также в рейтинг топ-200 лучших сельских школ вместе с семью другими и общеобразовательными учреждениями республики. Это Аликовская, Маргаушская, Яльчукская школа, Батревская школа номер 1, Вурнарская средняя школа номер 2, Комсомольская школа номер 1, Кугейский лицей. Рейтинг составили специалисты Московского центра непрерывного математического образования при содействии Миноборнауки России. Учитывались разные критерии, в том числе количество победителей в Олимпиадах и результаты ГИА. Чувашия также вошла в топ-20 регионов России туристической активности регионов страны. 15 проектов из Чувашии стали соискателями национальной премии в области событийного туризма. В октябре пройдет финал премии Russian Event Awards. Заявочная кампания стала своеобразным тестом и поводом для составления соответствующего рейтинга. Стратегические вопросы нового качества государственного управления, проекты для роста, проекты для жизни обсуждались на прошедшем в Сочи 15-м международном инвестиционном форуме. Закономерно, что эти темы актуальны для всех субъектов федерации, в том числе и для нашей республики. Умение конвертировать политическую стабильность внутри страны в эффективное развитие национальной экономики это прямая обязанность власти, отметил на форуме председатель правительства России Дмитрий Медведев. Именно поэтому запланирован переход от модели управления по поручениям к управлению по результатам, то есть к проектному подходу. Чувашия готова к переменам. Уже разработана вся нормативная правовая база. Создан штаб, который возглавляет глава Чувашии. Специалисты считают, что внедрение нового проектного управления имеет преимущество по отношению к ныне существующей вертикальной системе, то есть модели управления по поручениям. Упрощение системы согласования позволит значительно сэкономить время на реализацию проектов. Система у нас будет строиться не только вертикальная, но и горизонтальная. Если это сегодня происходит реализация проектов, то нужно собирать совещания, собирать все структуры. То есть здесь этот мониторинг будет проводиться раз в месяц, раз в неделю, и мы уже будем видеть болезненные наши точки. На форуме обсуждены и вопросы формирования бюджета. Определены постулаты, которых необходимо придерживаться при подготовке основного финансового документа страны. Бюджет верстается с учетом реализации приоритетных проектов. Абсолютной аксиомой является сбалансированность бюджета. Все социальные обязательства государство будет выполнять в полном объеме. Акцент сделан на повышении эффективности расходов. Этих постулатов мы уже придерживались. Соответственно, эти были основные элементы для формирования бюджета. В текущем году мы это отмечаем. Достойные, хорошие результаты мы имеем. Это благодаря тем инструментам, которые были у нас еще в прошлом году разработаны, как антикризисные меры, внедрены. В последующем они позволили нам стабилизировать ситуацию по прошлому году и динамику роста обеспечить по собственным доходам в текущем году. Со следующего года федеральное правительство планирует создать дотационный фонд поддержки регионов. Он будет создан за счет налога на прибыль, который сегодня частично поступает и в регионы. Поэтому будет уменьшен процент поступления этого налога в бюджеты с субъектов страны. Правительство России будет определять условия предоставления этих ресурсов. Чуваша уже работает с Минфином России по получению бюджетных кредитов, выполняя все условия. Для более эффективной координации межведомственного взаимодействия при формировании бюджета при главе Чувашии создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с директором макрорегионального филиала «Волга» Дмитрием Проскурой. На встрече обсудили вопросы развития связи. Местные цели и радиоканалы, интернет – важный источник информации для жителей любой национальной республики. Чувашия – не исключение. Оптоволоконные сети, проложенные по территориям городов и районов, позволяют войти во многие дома и квартиры. Но явно не во все. Расширить границы, улучшить сигнал, качество звука – задача сегодняшнего дня. Об этом говорили глава Чувашии Михаил Игнатьев и директор макрорегионального филиала «Волга» Дмитрий Проскура. Мы по-прежнему, несмотря на сложности с финансированием, развиваем оптику в малое село. То интерактивное телевидение, которое мы развиваем, мы для каждого субъекта как минимум два канала готовы там разместить. То есть по мере развития нашей оптической сети и по мере роста количества подписчиков… Параллельно, да? Параллельно. То есть мы эти каналы можем положить сейчас. Понятно, что это не будет там первые восемь кнопок, то есть номер будет двузначный. Но это будет однозначно республиканский канал, который будет здесь работать. Только в этом году оптоволокно проложили более чем на 100 километров. И сейчас уже шесть муниципальных образований имеют все инструменты связи. У нас сегодняшний день на самом деле программа эффективно работа на территории республики. Я это могу ответственно подтвердить. Если сейчас в деревне поедем, тарелки стоят, все стоит, интернет есть. Бабушки и дедушки компьютерной грамотности уже обучаются. Для этого у нас есть площадки и библиотеки, где мы тоже оснастили современным оборудованием. Уже к концу этого года 39 малых сел будут иметь оптоволоконные сети. А к концу следующего их количество увеличится вдвое. Программа «Доступная среда» реализуется в республике уже несколько лет. О том, что сделано в национальной библиотеке, в нашем репортаже. Люди с ограниченными возможностями уже воспринимают как норму. Пандусы при входе, специализированные туалеты, лифты, подъемники. Благодаря программе фонд библиотеки пополнился книгами для слабовидящих и слабослышащих людей. В специальном помещении для незрячих читателей есть вся необходимая аппаратура, которая позволяет беспрепятственно получать и передавать информацию. Можно, например, считывать текст со специального дисплея или воспользоваться принтером, который печатает текст специальным рельефно-точечным шрифтом высокого разрешения. Электронный увеличитель переносит графику и текст с бумажного носителя и выдает его на монитор в увеличенном изображении. Сканер, который переводит обычный текст плоскопечатный на язык Брайля, а также в звук. И тоже сразу же выводит в компьютер. То есть можно его прослушать или прочитать в Брайле. Супруги Филипповы одни из первых проверили возможности современной аппаратуры для незрячих людей. Это стало новым витком в их жизни. Раньше все это для меня казалось просто фантастикой. Когда все это начало появляться, в плане получения информации стало более независимой. А то приходилось просить читать кого-нибудь. На аудиокниге в библиотеке была большая очередь, если что-то интересное или нужное. Я мечтал еще, будучи студентом Чувашского госуниверситета в 70-е годы, чтобы такая техника была. Увы, тогда только был один монтофон, который мог записывать других данных, источников информации не было. Чувашская организация общества слепых на протяжении многих лет помогает инвалидам социализироваться. По словам председателя, программа «Доступная среда», реализованная в библиотеке, позволила сделать главное – уравняла возможности к получению информации. Когда появились те же компьютеры, говорящие программы и сканеры, которые могут считывать текст и озвучивать, то, конечно же, это, прежде всего, полезно тем, кто учится, прежде всего, студентам с плохим зрением. Библиотека для незрячих периодически пополняется особыми изданиями. В нашем фонде появилось недавно уникальное издание «География Чувашской республики». Это учебные пособия, где представлена не только текстовая информация, но и графическая информация высокого разрешения. То есть это контурные рельефы местности нашей республики. Людям, которые потеряли зрение уже в зрелом возрасте, сложно освоить азбуку Брайля. Еще сложнее тем, у кого есть травмы рук. На помощь в таких случаях приходит «Говорящая книга». В отделе свыше 700 наименований «Говорящих книг» разного жанра. Детективы, фантастика, приключения, мужская и женская проза российских и зарубежных авторов. «Говорящие книги» — это способ получить информацию, способ получения даже образования, возможность как-то провести свой досуг и вообще способ, наверное, возможности развиться как-то, развиваться как личности. Ведь известно, что незрячие читатели, они основную часть информации получают через слух. И поэтому «Говорящие книги» среди людей с ограничениями здоровья по зрению очень востребованы. Для незрячих людей также доступны фильмы с тифлокомментариями. Они позволяют в буквальном смысле прослушать фильм. Голос за кадром описывает внешность героев, их действия. В этом году библиотека в рамках программы «Доступная среда» планирует создать индукционный кинозал. Слабослышащие люди теперь смогут приобщаться к искусству наравне с остальными. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. В Новочебоксарске перед судом предстанет 33-летний участковый полномоченный полиции. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении двух молодых людей. Ранее мы сообщали, что инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября в Новочебоксарске. Около 0 часов в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся. Машина была обнаружена на автозаправке, куда по поручению дежурного направился обвиняемый. Туда же прибыли и двое молодых парней, 26 и 22 лет, сообщившие о ДТП в полицию. Один из парней вел себя агрессивно, поэтому на него были надеты наручники, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии. Уполномоченный полиции в этой ситуации не имел права применять физическую силу в отношении молодых людей. Обвиняемый целенаправленно нанес удар ногой в область спины 26-летнему молодому человеку, а затем сильный удар рукой его 22-летнему другу в область живота, причинив обоим физическую боль. Кратчайшие сроки по подозрению в причастности к совершенному преступлению был установлен и задержан полицейский, запечатленный на ней. Результатом рассмотрения ходатайства следователя судом в отношении обвиняемого избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, а также показаниями как самих потерпевших, так и 19 свидетелей. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, однако отдачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено в Новочебоксарский городской суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Открываю книгу, а вижу душу. Так можно сказать про творчество писателей и поэтов. В Литературном музее имени Константина Иванова прошел вечер, посвященный юбилею известной чувашской писательнице Юлии Селе. Из 65 лет жизни 48 отдано творчеству. Стихи и рассказы выходили отдельными тиражами и печатались не только в республиканских журналах и газетах, но и центральных. Некоторые рассказы автора вошли в школьную программу. Юлия Селем не забывает и про взрослого читателя. У героев ее произведений зачастую нелегкая судьба, непростые жизненные коллизии, которые они переживают с честью и достоинством. Она внесла существенный вклад в нашу культуру в плане исследования проблем судьбы человека, с одной стороны, в литературу, а также выходит на конкретную жизнь человека, потому что в литературу отражена жизнь общества. Выставка «Я есть» собрала лучшие произведения автора. Самые важные этапы творчества отражены в фотографиях. Казалось бы, написано много, но на этом Юлия Александровна останавливаться не собирается. В замыслах новые произведения, тема которого – долгожданное материнство. Женщина говорит, я ребенка хочу, я рожать хочу. И она горько заплакала, потому что врачи ей вынесли приговор бесплодия. 40 лет, ребенка нет, детей нет. Она переживает, но вера всегда есть. Она верит. И эта вера приносит свои плоды. Она рожает. Хочу сделать книгу хорошую про ребенка, про детей, про будущее, про жизнь. С юбилеем писательницу поздравили близкие, родные, коллеги и читатели. Последних, кстати, собралось немало. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин. Республика. В ближайшую субботу в Чебоксарах пройдет общегородской субботник. Экологические акции уже прошли в столице Чувашии, в роще Шубашкар, в роще Гузовского, в Обиковском лесу и в других скверах. Администрация города приглашает чебоксарцев принять участие в экологической акции. Болевые победы. Спортивный клуб «Ястребы-37» Чебоксарской средней школы номер 37 вошел в шестерку лучших городских спортивных клубов России. Как это удалось, ребятам узнавала наша съемочная группа. Забраться по канату за считанные секунды, пройти или проползти по натянутому тросу. Для этих ребят нет ничего невозможного. Здесь проходят занятия по спортивному ориентированию и туризму. Ребят учат понимать окружающую среду, быть с природой на «ты» и не забывать про безопасность. Я понял, что мне это будет интересно. Уже занимаюсь третий год. В прошлом году ездил уже в поход третьей категории сложности. Когда соревнования, допустим, проходят на пересеченной местности, где там 11 метров высоты, там эмоции просто переполняют всего. В клубе состоят более 60 человек. Ребята уже занимаются профессионально и участвуют в различных соревнованиях. Здесь работают секции плавания, волейбола, баскетбола и гимнастики. Созданный год назад, клуб успел стать лучшим в республике и достойно показать себя на всероссийском уровне. Идется комплексная работа. И в первую очередь мы ставим перед собой цели не создания спортивных команд, которые будут добиваться успеха на аренах Чувашской республики, а именно воспитания личности нашего обучающегося, воспитания наших детей. И потому что через призму воспитания детей мы как раз добьемся уже успехов в спорте. Руководители клуба намерены открыть дополнительные направления. Взрослые ребята готовы покорять новые вершины. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин